Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 24 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Задержаны еще трое. Сегодня стало известно об аресте двух чиновников и руководителя Сочинского водоканала. Сон оказался неспокойным. Непотушенная сигарета стала причиной пожара сегодня на улице Гагарина. Кабинет не только для уроков, но и для отдыха. В 6-й гимназии появился ресурсный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня на курорте приступили к высадке полумиллиона цветов. До празднования дня города остается месяц. Сотрудники правоохранительных органов сегодня утром провели обыск в кабинетах чиновников администрации Сочи. Следственные действия проходили на рабочих местах и дома у заместителя главы курорта по строительству Ивана Бомбергера и главного архитектора Владимира Малова. Сейчас они задержаны. Бомбергера подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий. Главный архитектор города Малов, по версии следствия, подписывал документы на незаконное строительство. В числе подозреваемых и руководитель МУП «Водоканал Сочи» Сергей Винарский, который выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям. Всего массовые обыски пройдут по 23 адресам в Сочи. Напомню, что 17 октября был задержан первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, заместитель директора Департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов и экс-первый вице-мэр Анатолий Рыков. У Рыкова были обнаружены дорогие иномарки, элитный алкоголь, драгоценности, часы в ассортименте, отдельные экземпляры которых стоят по 3 миллиона рублей. Владелицей машин Porsche и Mercedes значится супруга чиновника. В Краснодарском доме Рыкова для машин оборудован гараж, а также винный погреб. В апреле этого года также были задержаны первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермид, заместитель главы города Юрий Паломарчук и руководитель Департамента имущественных отношений Владимир Пермяков. К другим новостям. В Сочи ожидается резкое похолодание. Об этом стало известно сегодня на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. На Сочи сейчас проходит серия атмосферных фронтов, которые влекут за собой ливни и шквалистый ветер от 20 до 22 метров в секунду. С 24 по 26 октября ожидаются сильные дожди, грозы, местами возможен град, исход силей. Уровень рек может подняться до неблагоприятных отметок. На участке Магри и Сочи возможны смерчи. Пик непогоды придется на пятницу. 25 октября количество выпадающих осадков за сутки составит от 60 до 80, то есть в два раза больше в последующий день. Во второй половине дня ожидается резкое понижение температуры, то есть до 15 градусов. 26 октября количество выпадающих осадков мы ожидаем тоже от 20 до 40, и дальнейшее понижение температуры еще на 2-3 градуса. В связи с непогодой все службы переведены на усиленный режим работы. Сочинцам и гостям курорта настоятельно рекомендуют отказаться от прогулок у водоемов и при необходимости звонить по телефону 112. По прогнозам гидрометеоцентра погода улучшится только к выходным. Сон оказался неспокойным, непотушенная сигарета стала причиной пожара сегодня на улице Гагарина. Пожар в доме номер 20 сначала издалека приняли за возгорание в соседнем детском саду. Оказалось, горит квартира. Ее жильцов срочно эвакуировали. О причинах возгорания рассказал сам хозяин. Во двор он выбежал в одних трусах. Не затушили бычок. Ты уснул, что ли? И уснули, да. Еле выбежал. Маму еле выдернул с женой. Ее на скорую увозят? Вот ее сейчас на скорую увозят. Женщину, надышавшуюся угарным газом, госпитализировали. Больше пострадавших не обнаружено. Правда, теперь жильцам придется держать ответ перед соседями. Задымление навредило и жильцам рядом расположенных квартир. Тело погибшего туриста на вертолете МЧС доставили в Сочи. Как сообщалось ранее, мужчину обнаружили еще 21 октября. Но забрать его в городскую черту вертолетом было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. С 15 октября на южных и северных склонах горы Цахвоа пропавшего искали спасатели МЧС. Кубань спас конно-кинологического центра МЧС и друзья туриста. И лишь благодаря совместной работе мужчину обнаружили. К сожалению, именно в этот день погодные условия ухудшились. И забрать спасателей погибшего на вертолете не удалось. Сотрудники МЧС пешком спускали тело вниз по склону два дня. И 23 октября к вечеру появилась возможность транспортировать группу в Сочи. В городе тело было передано сотрудникам правоохранительных органов. По факту смерти мужчины организовано проведение доследственной проверки. Еще о спасателях. Команда Южного регионального спасотряда МЧС России заняла третье место в соревнованиях горно-спасательных формирований. Турнир профессионалов прошел в Крыму. Спасатели уже третий раз принимают участие в этих соревнованиях. Но призовое место заняли впервые. Состязания проходили в Севастополе на скале Парус. Участие принимали спасатели из Самары, Крыма, Сочи, Москвы и Удмуртии. Соревнования включали в себя шесть дистанций. Транспортировка пострадавшего на скальном рельефе и в пещере. Самоспасение в горах и в пещере. Скоростной подъем по веревке. И ночное ориентирование. Больше всего команде запомнился этап ночное ориентирование. Это была длинная и тяжелая дистанция. Такие соревнования необходимы для обмена опытом, повышения профессионального мастерства, оттачивания своих навыков, умений. И для налаживания дружеских связей между спасателями. Это тоже очень важно. Не быть равнодушными и уметь слышать подростков. В Краснодаре сегодня говорили о том, как не допустить трагедий, подобных Керченской в Политехническом колледже, когда студент расстрелял своих сверстников. Заседание Краевой антитеррористической комиссии проводит губернатор региона. Участие в нем принимают не только руководители управления ФСБ, полиции, Следственного комитета и прокуратуры, но и ректоры кубанских вузов, директора колледжей и школ. Вениамин Кондратьев предложил вернуться к практике горячих линий для подростков. «Коллеги, вы в первую очередь педагоги с 7 лет до 15, когда формирование идет очень сильное, рядом с нашей молодежью. Сигнал, как бы мы ни говорили, конечно, от вас. Сигнал передайте о том, что есть такая семья, есть такой подросток. Есть подобная проблема, может быть, вернуться к практике наших горячих линий. Они же в интернете сейчас ищут собеседника. А мальчишка, девчонка, который сам с собою пытается разговаривать, или на самом деле в нем зарождается, это недовольство, протест, мог позвонить. Позвонить и по этому телефону пообщаться не с тем, кто хочет им воспользоваться, этим мальчишкой, девчонкой, а все-таки профессиональный психолог. А здесь штат психологов создать, если это предложение найдет поддержку. И на самом деле на горячую линию посадить. И посмотрим, как эксперимент, даст ли он свои плоды. Кроме этого, прозвучало предложение усилить мониторинг в интернете для выявления опасных сайтов и пользователей, которые распространяют идеологию терроризма. Продолжаем. Под кубанским солнцем с начала этого года отдохнуло около 16 миллионов туристов. Итоги курортного сезона и планы на предстоящие обсудили на выездном совещании в Туапсе. Его провел глава региона Вениамин Кондратьев. Но перед этим губернатор посетил гостинично-санаторные комплексы муниципалитета. Какую работу над ошибками проведут к началу следующего летнего сезона и чем будут привлекать туристов, об этом расскажут наши краснодарские коллеги. Лежа в этом бескрайнем бассейне с видом на море и горы, может показаться, что ты далеко за границей. Но это село Небук в Туапсинском районе. Сочетание природы и современных технологий. Собственный пляж и ресторан с авторской кухней. Все это – аргументы Кубанского побережья против зарубежных курортов. Используем мы местные уловы. То, что касается рыбы – это барабулька, камбала, ставрида. Больший акцент мы делаем, конечно, на качество или подаче, качество приготовления и высоком сервисе. Это как раз тот случай, когда туристы едут не только за профессиональным сервисом, но и за местным колоритом. Подобные гостиницы и отели – это новое лицо черноморских курортов. Их состояние сегодня оценил Вениамин Кондратьев. Новый отель в Небуге – это реализация инвестиционного проекта. Уже совсем скоро откроется еще один корпус. Эффект от появления подобных объектов – он колоссальный. Колоссальный и внутренний, то есть и репутационный. В целом мы создаем настоящую курортную инфраструктуру, которым я считаю, что высочайшего уровня. Выигрывает, конечно, это в целом и Туапсинский район, но и курорты нашего края. Пляжный отдых тут же конкурирует со здоровительным. В 10 минутах езды от современного отеля – уютный санаторий. Лечение проходит с видом на море. Здесь тебе и целебные грязи, и углекислые ванны. А в фойе работают бюветы с минеральной водой – одно из самых популярных мест в санатории. Не прошел мимо и Вениамин Кондратьев. Он попробовал воду, а заодно и пообщался с отдыхающими. А вы откуда? Я из Самары. Из Самары. Вам тоже понравилось? Очень. Я стремлюсь сюда, да. Я стремлюсь, потому что здесь с каждым годом лучше, а не хуже. И лечебная база есть, и питание нормальное, и все очень близко. Знаете, вот самая лучшая реклама – это реклама, которая звучит из уст людей. Простых людей, тех отдыхающих, которые здесь сами побыли, сами отдохнули, сами увидели, на себе все прочувствовали. Я уже здесь не первый раз. Я тоже. Еще раз, за вас, что все вот. А за меня. И за вас. В условиях рынка привлекать туристов нужно нестандартными предложениями. И подобные бесплатные бюветы как раз могут стать и решающим аргументом кубанских санаториев в споре за постояльцев. Санаторная курортная отрасль находится в рынке. Вы также находите те точки, которые должны вам дать конкурентное преимущество на рынке. И вот сегодня это конкурентное преимущество нужно находить в бюветах. Я считаю, это одна из точек, которая и является конкурентным преимуществом вашего уже санатория по сравнению с другими санаториями на курортном рынке. И сегодня человек, который приезжает, не только море, великолепно. Великолепные номера, столовая, ресторан, еще и бювет, лечебная вода. Это все в совокупности уже и позволяет вам не только сегодня хорошо жить, но и уверенно смотреть за прошлый день и развиваться. Борьба за туристы – это уже не просто метафора. Конкуренция на курортном рынке такая, что удержать отдыхающих пытаются любыми способами. Фестивали, новые экскурсионные маршруты, только лечебных и оздоровительных программ в кубанских здравницах больше 500. Однако все это может отойти на второй план, если не решить проблемы с коммунальной инфраструктурой. С нынешнего года примерно в 9 раз увеличили финансирование программы по модернизации сетей и готовы дальше выделять на это деньги, рассказал губернатор Кубани на совещании по развитию санаторно-курортной отрасли региона. Не может быть качественных курортов без качественного электроснабжения, водоснабжения, канализации качественной. Не может быть. Все остальное – это будет профанация. Отключение света, отключение воды, аварии с канализацией – все. Хоть что делаете? Не поедут. А если приехали – уедут. На водоснабжение и водоотведение в этом году мы выделяли 770 миллионов рублей, а на следующий год мы заложили практически полтора миллиарда. Эта сумма, она, понятно, не такая большая, и надо намного больше, чтобы комплексно решить эту проблему. Но, тем не менее, хотя бы каждый год, если полтора миллиарда-два будем выделять, а мы постараемся это делать, по крайней мере, мы своими силами эту проблему решим. Помочь в этом должен и курортный сбор. Полученные деньги пойдут исключительно на развитие туристических зон. Только за три с половиной месяца в Краснодарском крае собрали 82 миллиона рублей. Размер платежа на Кубани – один из самых маленьких в России – 10 рублей с человека в сутки. При этом жители региона освобождены от сбора. Туристы, большая часть, достаточно лояльно относились к этому эксперименту, потому что информирование было заблаговременно до того, как начался эксперимент. Сумма хоть и небольшая, которая взимается за проживание в период эксперимента, но, тем не менее, чем больше поток, соответственно, тем больше инвестиций. Санаторно-курортный комплекс Кубани – привлекательное место для инвесторов. Турпоток растет с каждым годом. На сегодняшний день в регионе отдохнули уже больше 15,5 миллионов человек. Чтобы удовлетворить спрос, нужно развиваться. Но для этого просто необходимо навести порядок в прибрежной застройке, считает глава региона. Очень важно нам всем понимать, что мы должны оставаться курортным регионом. И если мы говорим про курорты, то мы должны сохранить курортную составляющую, в том числе и возможности строить современные новые курорты, а не отдать их под частную застройку. Если мы будем создавать санатории, гостиницы, пансионаты, мы выигрываем. И приобретаем большую устойчивость на рынке. А если мы по дешевке, неважно какие деньги, отдаем это под жилую застройку или под частную, то мы проигрываем. Поэтому здесь тоже должна быть принципиальная позиция и вас, как представителей санаторно-курортного комплекса, по тому, чтобы выражать и свое несогласие, а в том числе с непонятной застройкой. Для того, чтобы не ждать от совещания к совещанию, а выходить с профессиональными вопросами и предложениями напрямую к властям Краснодарского края, Венимин Кондратьев предложил представителям санаторно-курортной отрасли объединиться и создать собственную ассоциацию. И тут же на просьбу зала построить дорогу для частной гостиницы к пляжу за бюджетные деньги. Губернатор предлагает все-таки идти навстречу друг другу. Вы все хотите жить в рынке, зарабатывать по-рыночному. Да, безусловно, платите налоги. А вот методы называете, знаете, советские, административно-командные. То есть мы будем зарабатывать, а вы нам все создаете. А потом мы создадим, а вы еще и цены потом поднимите. Так не бывает. Это как-то игра в одни ворот. Инфраструктура курортная. Она тоже зависит и от того, насколько вы будете активны. Мы готовы сесть за большой круглый стол, и я в том числе. И тогда мы договоримся. Мы вкладываем себя в инфраструктуру дорожную, а вы вкладываетесь в строительство отелей. И подпишем это соглашение. Стратурно-курортная отрасль – это отрасль экономики. Она состоит же из бизнеса. Поэтому давайте посредством уже партнерства государства и частников оплиять стратегические пути развития. На совещании речь зашла и о кредитовании курортного бизнеса. Для Кубани это стратегическая отрасль, такая же, как и сельское хозяйство. Поэтому Вениамин Кондратьев попросил своих заместителей проработать вопрос с банками. Возможно, по аналогии с агропромышленным комплексом получится разработать программу льготных кредитов и для тех, кто занимается санаторно-курортной отраслью. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Туапсинский район. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 25 октября в Сочи облачно. Дождь. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 18, 20 градусов выше нуля. Выставка православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встреча с духовенством, православные товары, освещенные продукты, мед. С 23 по 28 октября. Гранд-отель «Жемчужина». Из аэропорта Сочи откроются рейсы в Таджикистан, в частности, в Душанбе и Худжанд. Выполнять их будет авиакомпания «Уральские авиалинии». 28 октября будет выполнен первый рейс по направлению Сочи-Душанбе. Далее рейс будет выполняться в рамках зимнего расписания каждое воскресенье. С 15 ноября по четвергам начнет работу авиасообщения между Сочи и Худжандом. Ко дню города в микрорайоне КСМ появится новый сквер. Это стало возможным благодаря реализации программы «Комфортная городская среда». Район КСМ – это как раз тот район, который сами сочинцы при голосовании определили в числе первоочередных на создание здесь сквера. Сквер планируют обустроить к концу ноября, но работы могут осложниться из-за переноса газовой трубы. Строители обещают уложиться в срок. Сквер прилегает к дороге, а расположен в районе 179-го дома по улице Пластунская. На место приехал глава города Анатолий Пахомов. Он посмотрел, где и как начались подготовительные работы. Дал ряд рекомендаций и попросил рабочих сделать подарок жителям КСМ ко дню города. Получается, мы отсюда начинаем и заканчиваем сход. Вот у нас все есть. Конечно, пока начало стройки, жители не совсем довольны грязно. И есть опасения, что здесь будут собираться неблагонадежные компании. Но власти уверяют, будет порядок. И освещение, видеокамеры, безопасность и комфорт. Зона отдыха для самых маленьких. У людей наряду с набережной, которая совсем недавно появилась по реке, появится еще и сквер. Мы планируем, что это будет и входная красивая группа в их поселок. С другой стороны, это будет и скверик для детского отдыха, для малышек, для мамочек с колясками. Сейчас на этом участке отсутствуют тротуары, бордюры и ограждения. Теперь и эта проблема будет решена. Ну, вообще-то у нас большинство всегда, когда начинают кричать, что зачем это нужно. И когда получается красота, все говорят, какая прелесть, как хорошо. И вот где же раньше все это было. Как у нас есть зона возле речки прекрасная стала чистая, так и здесь, чтобы мамочки со всего нашего КСМа могли спокойненько с ребенком прогулять, погулять и провести прекрасное время. В этот же день глава города проинспектировал строительство в микро-районе Макаренко. Там возводят пристройку к 15-й гимназии для начальной школы на 400 мест. Строительные работы завершатся к концу года, а отделочные начнутся в следующем. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В 6-й гимназии появился ресурсный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет оборудовали благодаря помощи депутатов городского собрания Сочи. Народные избранники от 11-го избирательного округа с этой школой активно сотрудничают уже много лет. Что еще было сделано в гимназии за средства из депутатского фонда, расскажет Ольга Десятого. Теперь дорога в школу для учеников 6-й гимназии стала более приятной. На входе во двор новая брусчатка, на входе в школу свежая плитка. Денег на эти работы никогда не хватало, рассказывает директор учебного заведения. Помогли депутаты городского собрания Сочи Александр Каравайный, Роман Кирюшин и Валерий Черняковский. Деньги выделили из депутатского фонда. Очень приятно помогать и работать именно с теми школами, а у нас в принципе все школы такие. Потому что мы знаем, что те выделенные деньги, которые идут на ремонт, это деньги целевые. То, что выполняется все в полном объеме, качественно. Холл на первом этаже тоже обновили, постелили плитку. Народные избранники отмечают, наказы избирателей, которые касаются помощи в решении социально значимых вопросов, в приоритете. Это в том числе ремонт школ и детских садов. В 11-м избирательном округе не остается без внимания ни одно образовательное учреждение. Конечно, в приоритете дети. Также мы никогда не обделяем лица пожилого возраста. Слава Богу, еще живы у нас участники войны, блокадники и так далее. Всем, чем можем, мы всегда готовы помогать и будем помогать. С помощью депутатов отремонтировали и два кабинета. Один из них – это ресурсный центр для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Здесь дети с особенностями развития, которым просто необходима смена деятельности, могут отдохнуть и с пользой провести время. Депутатская помощь, она очень существенная, потому что это достаточно серьезные суммы, которые помогают сделать большой объем мероприятий по школе. В планах у нас ремонт рекреаций, ремонт лестничных пролетов с заменой поручней полностью, это большой объем. И если депутаты помогут, то, конечно, мы полностью закончим перекладывать брусчатку на территории гимназии при входе. В шестой гимназии депутаты городского собрания Сочи помогают уже восьмой год, и эта дружба продолжится. Депутаты из школы ушли не с пустыми руками. В подарок от гимназистов – картина, сделанная своими руками. Сегодня на курорте приступили к высадке полумиллиона цветов. До празднования Дня города остается месяц. Подготовка идет полным ходом, и не только формы, но и содержание по традиции. Мероприятия в честь Дня города будут масштабные. Беспрецедентным будет и их количество – 111. Концерты, парады, осенний бал, открытие новых скверов и фонтана. И это еще не все. Об этом главе города рассказала его заместитель Ирина Романец. Подготовка ко Дню города на улицах курорта идет, несмотря на погоду. Озеленители начинают менять коллекцию летних цветов на осенне-зимний ассортимент в преддверии 21 ноября. Новые букеты на клумбах радовать глаз будут вплоть до весны. Будет высажено очень много луковичных, интересные сорта и высокие, низкие, пеновидные, бахромчатые. Например, Миранда, Акрополь, Банья Лука, Мисс Медведева, Антарктика. Очень интересные тюльпаны, имеющие разную форму бокала. Я думаю, жители и гости города будут довольны. День города у нас 21 ноября. Значит, к этому времени все работы по высадке осенне-зимнего ассортимента цветов будут закончены. В целом же, судя по запланированным мероприятиям, в этом году празднование Дня города будет особенно масштабным. Поздравлять Сочи будут 111 раз. Народные гуляния продлятся 4 дня во всех микрорайонах курорта. Уверен я и в том, что много делается, и подготовка будет большая, и много будет интересно. Вот хотел бы я, чтобы, я хотел бы узнать, да и жители наши, наверное, хотят узнать, что же будет в праздновании Дня города. Начнем мы праздновать официально с форума гостеприимства «Амфитрион» в Зимнем театре, где соберем всю городскую общественность и еще раз будем говорить о нашей карте, о гостеприимстве. В сам праздник, Анатолий Николаевич, 21-го мы будем проводить уже по традиции парад казачьих войск, мы будем проводить праздничную литургию, поскольку это день святого Михаила Архангела, покровителя небесного нашего города. Мы хотим, чтобы праздник был в каждом дворе, на каждой улице, и он должен быть такой народный. И, конечно, с подарками. А подарки – это вот о чем мы говорим сегодня, да, что это прежде всего парки, скверы, которые новые должны появиться в городе, арт-объекты. 21-го ноября мы устанавливаем большую композиционную структуру «Люди и дождь», «Человек дождя». Это будет очень красивая светомузыкальная композиция, фонтан. Напротив, прямо нашей поликлиники номер один, на набережной реки Сочи. И это будет первый наш подарок городу. Свои подарки городу готовят и сами горожане в виде благоустроенных дворов. Энтузиасты, в свою очередь, получат подарки от руководства Сочи за инициативность и креатив. Мы говорим еще о том, что надо подвести итоги конкурса на лучший дом, на лучший квартал. Именно неформально, чтобы действительно, реально люди, те, которые заслужили, были награждены медалями, кубками. Обязательно, Антоник Ильич. Это мероприятие у нас запланировано 23 ноября. Мы делаем совершенно в новом формате. Это у нас будет осенний бал, подведение итогов. И мы даже предполагаем, что все наши номинанты выйдут в смокингах и вечерних платьях. Все наши лучшие тосы и так далее. Вот такой формат у нас в этом году будет торжественного подведения мероприятий городского конкурса. По старой доброй традиции в честь Дня города пройдет и фестиваль Эд на Сочи. На этот раз национальные диаспоры города подготовят выставки в районных музеях с элементами быта и культуры. Не обойдется и без народного творчества, и, разумеется, национальной кухней. Огромный подарок городу в виде концерта готовят и юные сочинцы. Водители сочинских автобусов будут работать эффективнее при меньших нагрузках. Об этом стало известно на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника транспортной отрасли. Современную жизнь невозможно представить без дорог и машин. Работа транспортной отрасли непосредственно влияет на жизнь людей. От четкой работы транспорта зависит развитие всего городского хозяйства. Накануне в органы зал пригласили тех, кто отдал отрасли не один год жизни. Я пришла очень давно. Я пришла сразу после школы. Это было в 1970-1975 году. И по сей день я работаю в этой отрасли, не изменяя этой профессии. И вообще считаю, что в эту отрасль попадают и работают те люди, они случайными не бывают. На перевозке пассажиров по муниципальному заказу ежедневно выходит более 850 автобусов. 1300 водителей доставляют сочинцев и гостей курорта в любую точку Сочи. Сегодня выполняется около 10 тысяч рейсов в день. В рамках модернизации отрасли в следующем году будет существенно обновлен автопарк. Планируется приобрести около 400 новых автобусов средней вместимости. Они будут полностью адаптированы для маломобильных граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и автоинформаторами с обозначением маршрута и всех остановок. А сколько денег из бюджета города, из бюджета края тратится на содержание дорог? Ведь такого не было никогда. И на следующий год, 2019, войдя в федеральную программу, мы будем иметь 1 миллиард рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Чем меньше дорожных проблем, тем эффективнее работа общественного транспорта. Тех, кто отличился своим трудом в этом году, глава Сочи наградил знаками отличия и благодарственными письмами. Ну и все новости уже на нашем сайте fkt.com Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok